Здравствуйте, дорогие садоводы, посетители нашего сайта Садовый Мир. Вы оставляете свои комментарии после просмотра наших видеороликов. И вот уже не первый раз нас спрашивают, почему черенки для прививки нужно срезать в конце осени или в начале зимы. Почему нельзя их перед непосредственной прививкой срезать весной. Зачем всю зиму их хранить. Мы сегодня в саду у садовода-опытника Алексея Николаевича Малышева. И он нам сейчас все подробно объяснит, зачем вот такая сложная процедура хранения этой. Именно почему нужно срезать в такую позднюю осеннюю или раннюю зимнюю пору. Мы сейчас вот около деревьев, на которых будем показывать, как срезать черенки, какие нужно выбирать. Внимательно, пожалуйста, смотрите. Итак, Алексей Николаевич, для чего же нужно это делать именно осенью и зимой? Во-первых, уже прошла минусовая температура, минус 10-16. Черенки все закалились. И уже можно заготавливать для прививки, весенней прививки, для зимней прививки. Заготовить и убрать их на хранение. Но еще самое-то главное, наверное, ведь в том, что вот за зиму могут подмерзнуть эти однолетние приросты. Да, у всех есть критическая температура разных культур. Особенно косточку вы, наверное, подвержены, да? Вот так я сейчас вот поясню. Алексей Николаевич, он вот все само собой разумеется у него уже. А вот для многих наших слушателей не совсем понятно. Ведь на прививки берется однолетний прирост, да, хорошо вызревший однолетний прирост. И вот эти вот однолетние приросты, они просто за зиму, если будет суровая зима, могут подмерзнуть. И вы срежете весной этот побег, а он подмерзший, естественно, прививка у вас не приживется. А вот если мы сейчас срежем, да, когда еще нет сильных морозов. Да. Так, теперь давайте, вот мы не случайно около этих деревьев остановились. Какие веточки нужно срезать на вот эти черенки для прививки? Черенки текущего прироста, однолетний прирост, который вырос, вот он. За это лето? За этот сезон, да. Вот и... На нем нету никаких кольчаток вот таких вот, плодушек. А вот здесь только вегетативные все почки. То есть ровный, сильный побег. Я вот еще хочу подчеркнуть, что обязательно сильные должны быть приросты, да? Не меньше 30-40 сантиметров, да? Да, 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 да. 30-40, ну пусть 80 бывает. Но это уже совсем хорошо. Дело в том, что... И по толщине. Толщина от 10 миллиметров до 4 миллиметров. Ну, то есть это вот как пишут в книгах, что примерно с толщиной с карандаш. Вот. А почему именно вот нельзя брать с деревьев, у которых коротенькие эти однолетние приросты, они просто там сил не накопили, да, вот в этих веточках? Да, да, да. А будут прививки очень слабые. Да, и долго не будут, даже если они приживутся, долго не будут... Да, результат будет плохой. Долго не будут развиваться. Ну вот еще какую особенность нужно отметить, чтобы с хорошо освещенной все-таки страной тоже желательно... Конечно, да. И уже сортовое значение имеет. Какой сорт, вот, ну, по вкусу, вот, выбирать, что нравится. Давайте еще пару слов скажем о том, зачем вот вообще прививать растения в саду. Можно же купить готовый саженец, да, вот на выставках где-то в садовых центрах. Но дело в том, что у нас и так уже в садах очень много деревьев. И бывают сады такие, в которых и солнышка-то нет. Все вот эти кроны огромные с собой закрыли. А ведь на самом деле на одном деревце можно иметь несколько прививок, да, несколько сортов. Вот эта груша у вас, да, покажите, пожалуйста, вот прививочку. Тут вот новая прививка у вас. Вот эта прививка. Вот прививка. То есть у вас на одном дереве здесь вот несколько. Вон там еще вот я вижу прививочку. Да, там. Можно все перепривить, все ветки скелетные. То есть если дерево чем-то не устраивает, мы посадили, а плоды невкусные. Да, да, да. Ну, сортовой состав чтобы был. Вот. Многосортное дерево по вкусу и цвету и срокам созревания. То есть, например, если у вашего соседа вам очень понравилась какая-то яблоня, вы хотите ее заполучить себе, нужно прийти и, естественно, с его разрешения и вот в эту пору срезать херенки для прививки. Да, даже неважно, если сорт не знает хозяин. Да, если даже сорт не знает, то яблоки вы попробовали. По вкусу и цвету подходят. Вкусные или сливы, или вишни также. Так, ну а еще вот, значит, как мы срезаем этот черенок, какой он должен быть длинный? Покажите, пожалуйста. Вот мы срежем весь годичный прирост, вот, оставим одну-две почки. Одну-две почки. То есть, вот на таком уровне прям нужно срезать этот черенок. Да. Это даже не черенок, это еще побег, да? Да, да. Это однолетний побег мы срежем. Потому что он вообще практически не нужен, этой груши. Мы делаем обрезку. Чтобы быстрее на ней плодовые веточки... Да, плодовые образования. И чтобы сила вся распределялась на кольчатке, на плодушке. Угу. Ну вот вы, я знаю, что делаете очень много прививок и в других садах, и своим садоводам, соседям помогаете делать прививки. Так, а теперь как сохранить вот эти побеги до весны? Побеги? Вот мы их нарежем. Угу. Обязательно промаркируем. Угу. Подпишем. Угу. На таких материалах, которые водой не размываются. Чтобы это сохранилось до весны. Угу. Вот. И закопаем в снег. Угу. Заворачивать во что-то нужно? Можно? Можно завернуть в полиэтиленовый мешочек, можно в чулок завернуть. Это от мышей, вот чулок от мышей я знаю, да? Да, да, да. Я знаю, еще кто-то хвойными веточками обвязывает как-то, да? Да, да, хвойными веточками. Угу. Можно ящик какой-то, сундук положить. Но потом это все надо окучить снегом. Угу. Угу. Окучить снегом, утоптать, утрамбовать, чтобы снег не таял сразу. Угу. Еще вот есть такая рекомендация с северной стороны дома, где-то вот этот прикоп делать, да? Чтобы он как можно дольше. Да, да. Сохранялся дольше до прививки. Ну, я вот еще хочу, опять же, очень обратить внимание наших слушателей на то, что вот этот прием очень важен еще для чего? Чтобы сохранить в спящем состоянии эти побеги, да? Смысл прививки. Смысл прививки. То есть, если мы весной срезаем веточку, она вот уже под действием солнца просыпаться начинает, да? Кочки начинают просыпаться, да, пробуждаться. И если мы такой черенок привьем, то у нас они начинают соки тянуть из этого черенка. Он сам еще прижиться-то не успел, да? Сами почки уже взяли сок у черенка. У черенка. И из-за этого может не прижиться, да? Вот что самое главное, да. А если мы в прикопе это все останем, они у нас спящие. В спящем состоянии. Да, то есть, уже деревце само немножечко начало вот оживать, соки пошли у него, а череночек еще спящий. Вот что самое главное. Хорошо. Мы с этого дерева будем что-то резать или нет? Будем резать. Давайте тогда приступаем к обрезке. Оставляем одну-дветочки. Оп, так, вот. Какой удобный секатор. На длинные ручки достает очень далеко. Ну вот, шикарные побеги. Вот, посмотрите, тут должно быть на фоне снега хорошо видно. Толстенькие веточки, хорошо вызревшие почки, да? И все вегетативные почки. Все вегетативные, да. То есть, из них пойдут... Рост. Да, черенки пойдут в рост. Теперь, вот у меня еще такой вопрос. Мы ведь сразу это не разрезаем на черенки, правильно? Мы же прямо вот так вот их закладываем на хранение. То есть, лишний срез делать не нужно, чтобы... Не нужно. Они сохли, они были живыми. А вот как-то вот эти срезы нужно зачем-то замазывать? Эти срезы не обязательно замазывать. То есть, из сушения такого затем не произойдет? Не будет. При весенней прививке мы подрежем просто и все. Вот из такого побега, вот сколько здесь черенков получится? Ну, если считать по три почки, здесь прививок 10, около 10. Около 10 даже. Ух ты, как много. Ну, вот представляете, какой же богатый прививочный материал даже вот из таких двух черенков. Так, вот это у нас что за растение? Это слива уссурийская. Слива уссурийская. Вот смотрите, здесь тоже какие хорошие приросты, да? Тоже можно здесь будет срезать. Да, давайте срежем и покажем. Тоже однолетний прирост. Оставляем две-три почки. Срезаем, не надо бояться. Растение не погибнет. Ну, вот я хочу еще раз нашим слушателям напомнить, что не надо жалеть дерево на черенки, да? Не надо жалеть. Иначе как раз вот из-за этой жалости мы срезаем какие-нибудь хлюпенькие вот эти вот... Да, слабые. Вот такие вот слабые. Вот такие вот слабые. То есть толку от них никакого не будет. Ну вот замечательная у нас получилась такая практическая с вами тренировка по нарезке этих черенков. И вот, значит, вы их сейчас завернете каким-то образом и под снег закопаете. То есть это можно вот просто здесь вот, да, положить, только колышек какой-то поставить, чтобы знать, где у вас это все проникло. Это нужно все связать. В пучки, да? В пучки. Связать в пучки с ней. Вот, очень хорошо. Повесить ярлычок, бирку, подписать сорт, вот, и положить на землю. Когда будем доставать эти побеги из вот этого прикопа? Это где-то уже будет апрель, наверное, месяц для прививки, да? Да, это конец марта и апрель-май. Апрель-май. То есть до распускания почек нужно сделать вот эти все прививки, да? До распускания почек. Вот, яблони можно прививать и май, и начало июня, да. Даже так, да? Ясно. Но они позднее просыпаются. Их нужно будет как-то замочить, вот эти вот побеги? Да, они должны быть влажные, гибкие, сочные. И чтобы они вот изгибались. Сейчас они жесткие, но они изгибаются прямо мягкие. То есть нужно будет освежить как-то срезы? И где-то на сколько их надо будет замачивать? На сутки. На сутки. Обычная вода или какой-то раствор нужно приготовить? Можно снеговую воду, стимуляторы. Стимуляторы это типа Эпина, Циркона, HB-101, вот эти вот, да? Ну, хорошо, Алексей Николаевич. Я считаю, очень даже исчерпывающая информация. Дорогие садоводы, обращайтесь к нам с вопросами. И вот мы с помощью наших консультантов на все вопросы вам ответим. Спасибо.